Именно на этом месте в избушке лесника в годы Великой Отечественной жили фронтовые корреспонденты. И именно здесь, в августе 41-го, ровно через 12 дней после образования Брянского фронта, вышел первый выпуск газеты на разгром врага. Издание просуществовало до 43-го года. Всего было выпущено 710 номеров газеты. Ровно 10 лет назад на этом месте появился памятник военным журналистам. В этом году при плановых работах лесниками Брянского учебно-опытного лесхоза была обнаружена уникальная находка. В полутора километрах от места, где сегодня расположен памятник военным журналистам, был найден вещмешок со шрифтами и клише фронтовой газеты. А это позволяет предположить, что совершенно случайно лесникам удалось обнаружить точное место стоянки типографии газеты. Для нас, конечно, это была радость, потому что мы думали, что не может уже быть у нас открытий никаких. Столько лет прошло, я 40 лет с этой темой связана, я никогда не думала. Хотя есть в музее одна фотография, которая у меня всегда за три минуты до смерти. Стоят редактор газеты, два его заместителя и Зоя, которая фотографировала. Я не могла понять именно это место, а вот там сразу стало ясно, что вот где они стояли. Здесь же у мемориала состоялась церемония награждения победителей областного журналистского конкурса «Медианекст». Не первый год в числе победителей оказываются корреспонденты телеканала «Брянская губерния». На этот раз лучшим молодым тележурналистом признан Артемий Маркелов. Денежный премия. Спасибо. С пожеланиями успехов в профессиональной деятельности к журналистам обратился директор департамента внутренней политики Евгений Телюпа. В этот день хотелось бы пожелать молодым журналистам новых творческих успехов, всем стремления, рвения и внутренней мотивации овладевать профессией, перенимать опыт своих старших коллег, забирать все самое лучшее и, самое главное, освещать те события, ту правду, которая есть, ни в коем случае ее не искажая. Завершилась церемония уже традиционно возложением цветов и дружным исполнением гимна журналистов. Кристина Перцхилава и Владимир Сидоров. События. Брянский район.